Продолжение следует... Слова. Вы будете видеть скриншоты, я их традиционно себе распечатал. Пассажир был сильно пьян, сев в машину, выложил на заднее сиденье бутылку водки, хлеб и вино. Попросил покурить, но сигарет своих не нашел, и тогда вышел за ними в магазин. После вернулся и попросил еще подождать, потому что хочет в туалет, и получив указание, куда же можно сходить в туалет, исчез. И, собственно говоря, через 36 минут ожидания, за это время можно было много чего сделать, через 36 минут ожидания водитель написал в чате, ответа не получил. После чего еще через пару минут пассажир перезвонил, сказал, что не сможет подойти, выключил телефон и растворился в складках местности. Водитель сфотографировал забытые вещи пассажира, тут же в чате их выложил, вот фотографии, и попросил компенсировать неустойку по отмене заказа, а также по ожиданию, то есть 36 минут простоя. Ему ответили, здравствуйте, Максим, спасибо, что написали о забытых вещах. Я передала пассажиру ваш номер, он с вами свяжется. Отдельная, кстати, история, почему-то пассажиру наш номер легко передают, а нам номер пассажира не говорят. Поэтому я рекомендую настоятельно, вообще, неважно, наличный, безналичный, пьяный, трезвый, любой заказ, сразу делайте скриншот. Тем более на телефонах Xiaomi, такой, как у меня, скриншот делается вот тремя пальцами по экрану. То есть телефон висит в качестве таксометра, провел и записался я скриншотик с телефоном пассажира, а также некоторыми деталями заказа и временем, когда сделан скриншот. Может пригодиться. По истечению пары-тройки дней эти скриншоты я удаляю. Итак, по остальным вопросам вас проконсультируют мои коллеги, которым я передала обращение. И через полтора часа пишут, проверила, в этом заказе выбрана оплата наличными. К сожалению, у нас нет возможности списать деньги с карты клиента и начислить вам. Если жалобы на пассажира продолжат поступать, доступ к сервису для него будет ограничен. Но мы знаем, как ограничивать доступ к сервису пассажирам. Ни хрена его не ограничивают. Если такие пассажиры продолжают ездить, пока сами водители, как-то скооперировавшись, его не найдут и не ограничат ему доступ к сервису, а также возможность передвижения, то никаких проблем у пассажира не будет. Через некоторое время переписка продолжалась. Через некоторое время спросили. Пожалуйста, уточните, получили ли вы оплату по данному заказу. Ну, то есть водитель должен сам как-то решать с пассажиром, по мнению Яндекса, проблемы по оплате этих наличных заказов. То есть Яндекс дает нам карт-бланш, мы можем спокойно искать этого пассажира и требовать с него оплату заказа. На что резонно Яндекс получает ответ. Нет, я не получил оплату по этому заказу. Прошу вас, сообщите, какой долг пассажира, какая сумма неустойки вместе с 36 минутами ожидания. Отвечают, это уже сильно позже, к концу дня. Отвечают, в этом заказе была выбрана оплата наличными, мне крайне жаль, что вы столкнулись с такой неприятной ситуацией. Мы не можем предоставить номер телефона клиента, так как это конфиденциальная информация. Удивительно, Яндекс является посредником между пассажиром и водителем. Клиенты, кстати, они только у проституток. Ну, может еще в клинике. Хотя нет, в клинике тоже не клиенты, а пациенты. А у нас пассажиры. Но, тем не менее, конфиденциальная информация, то есть один участник, второй участник Яндекс где-то посередине не может передать только в одну сторону. Удивительно. По законодательству мы не вправе лично требовать с клиента неоплаченные наличные. То есть Яндекс почему-то не может требовать с клиента. На самом деле не хочет, потому что Яндекс никаких расходов не несет. Так, учитывая, что мы не можем подтвердить факт их неоплаты, особенно в случае отмены заказа. Я уже проверяю это у клиента. Если это не первая жалоба, то он больше не сможет вызвать такси. Вообще-то это не первая жалоба даже от одного и того же водителя, но тем не менее. Далее. В ответ, то есть переписка продолжается. Все верно наличными. Дело в том, что я и не прошу номер телефона, потому что он у меня есть, так как он сам не названил с разных телефонов, включая свой сотовый. Ему звонить я не хочу. Тут должен пояснить, что некий диалог у Максима, этого пассажира, состоялся. И этот пассажир, он начал хамить, буровить и вообще там, как бы, перешел в полный неадекват. Все время вам и таксопарку предлагаю оплатить сумму долга на баланс моего аккаунта или сотового телефона. Тогда я завезу, передам свой таксопарк, все его забытые вещи мне не нужны и остаются в качестве залога. Собственно говоря, тут я должен включить запись разговора между Максимом и службой техподдержки Яндекса, где они припираются по поводу того, что мы можем дать промокод, но вы верните вещь пассажиру, а иначе мы вам не дадим промокод и вообще завезите вещь таксопарка. И об этом мы сейчас еще чуть попозже поговорим. Прослушайте. Здравствуйте. У вас высокой службы поддержки Яндекс.Такси, меня зовут Алексей, я вам сегодня набирал уже. Да, я разговаривал с вами. Да-да-да. Смотрите, в общем, я посоветовался, как бы, с коллегой, но с начальством нашим. Мы пришли к выводу к тому, что, смотрите, в любом случае нужно, чтобы вещи вернули клиенту, либо вернули в таксопарк, потому что, в противном случае, придется отстранить от заказов. А по поводу ожидания решили написать в таксометр водительскую поддержку. Наши коллеги из тогда финнодела должны будут вам помочь в данном вопросе. Как именно? Да, потому что по-другому оно как-то не получается никак. Я понес финансовые убытки. Пассажир должен мне деньги. Вы мне отказываете, да, в помощи? Наши коллеги из финнодела помогут в данном вопросе по поводу ожидания. А как они могут помочь? Предоставят вам промокод, допустим. И что с этим промокодом делать? Ну, как я понимаю, промокод заказов не берет комиссию никакое. Я отказываюсь отдавать вещи, пока он не возместит мне убытки, то есть долг. Эти вещи находятся в качестве залога. Я это объяснял всем уже. И вы со своей стороны... В таком случае вас заблокируют. Да, вы со своей стороны, наоборот, делаете все, чтобы, наоборот, водитель оказался крайним. Ну, вот, собственно говоря, дальше продолжается переписка. Понимаю, что не всегда удается найти время, чтобы вернуть вещи. Но будет здорово, если у вас это получится. Если нет, отвезите вещи в таксопарк или в отделение полиции. Сообщите пассажиру, где он сможет их забрать. Причем человек, который общался с Максимом, это некий представитель службы возврата забытых вещей. В чем заключается его служба, решительно непонятно. Потому что он никак не поможет вернуть забытые вещи. Он будет нудить водителю, чтобы тот эти вещи вернул. И вот тут я хочу обратиться. Вы же знаете, люблю читать законы. Не всегда в них все понимаю, так уж они написаны. Но в данном случае очень четко. Давайте рассмотрим, что такое с точки зрения закона вот эти забытые пассажирам вещи. С точки зрения гражданского кодекса, это находка. Нашедший потерянную вещь, пункт 1 статьи 227. Нашедший потерянную вещь, обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее или собственника вещи, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее и возвратить найденную вещь этому лицу. Как видим, Максим попытался, но пассажир был не в адеквате и не хотел получать вещь и при этом оплачивать денежные средства за поездку, которая состоялась. Далее. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, это важное уточнение. Она подлежит сдаче лицу, представляющему владельцу этого помещения, или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица нашедшего вещь. Таким образом, если вы таксуете в своем автомобиле, вы по закону вообще не обязаны эти находки везти ни в какой-то ксопарк. Вы можете оставить их себе и до определенного момента хранить. Да о каком, тоже сейчас попозже поговорим. Потому что вы либо лицо нашедшая вещь, либо вы представитель владельца транспорта, в котором найдена вещь, то есть собственник, например, этого автомобиля, или представитель собственника. И вы можете оставить эту вещь себе, но вы будете нести права и обязанности человека, нашедшего вещь. Далее. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи или места его пребывания, неизвестное, нашедшая вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. В данном случае лицо, имеющее право потребовать эту бутылку водки, батон, бутылку вина, оно известно. Известен его номер телефона. Только оно не хочет идти на контакт. Поэтому, согласно второго пункта 227 статьи Гражданского кодекса, вы не обязаны сдавать эту вещь в таксопарк или в полицию. Ну, потому что вы знаете, что это за человек и имеете возможность этому вернуть. Дальше. Нашедшая вещь, пункт 3. В праве хранить ее у себя, либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному лицу. В праве. То есть, как я уже говорил, вы либо сами храните эту вещь, пока у вас ее не заберут, либо сдаете в полицию или какому-нибудь указанному лицу. Но, тем не менее, право оставить эту вещь у себя в багажнике или в гараже есть. А из разговора мы слышали, что это же плохо, это же недопустимо. Какой гараж? Ну-ка, верните вещь в таксопарк. Нет. Совершенно не обязательно. И далее. У нас же что? Батон, вино и водка. Здесь написано, что скоропортящаяся вещь или вещь издержки по хранению, которые несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение. Таким образом, мы имеем, что если батон испортится, ну, соответственно, его можно кому-нибудь продать, вернуть в магазин. Смешно, конечно, так не получится. Ну, например, самому его употребить и вложить вместо нее там 20 рублей, грубо говоря. Водку можно продать, вино можно продать. Сославшись на то, что хранить вот это все, у вас нет надлежащих условий, поэтому для обеспечения их потребуются деньги больше, чем вы выручите за продажу этого вина, этой водки, ну, или какой-то другой вещи. И вот тут у вас возникает на руках деньги за реализованную, забытую пассажиром вещь. И вы обязаны эти деньги пассажиру вернуть. А, соответственно, пассажир обязан вам оплатить поездку, которую он не оплатил, оставив эти вещи в машине, убежав. Соответственно, вы можете просто по взаимной договоренности, условно говоря, по телефону, да-да, все хорошо, зачесть друг другу эти суммы. То есть он вам не платит, но вы продали его вещи, оставили эти деньги себе. И все. Ну, сумму желательно подтвердить, конечно, каким-нибудь чеком, там, я не знаю, на Авито вы будете продавать, у вас будет какой-то документ о том, за сколько у вас эту вещь купили. Вот. И далее, что там будет, если вы вдруг разобьете до бутылки водки или что-нибудь в этом роде. Нашедшая вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи. И вот тут умысел, значит, по поводу действий Максима, который говорит, что я вещи эти оставляю в залог. Вот умысел на оставление этой вещи себе в качестве залога, он тут прослеживается. И, конечно, это кривовато с точки зрения закона. То есть проще сразу объявить лицу прям по телефону и сказать, что разговор записывается. И вы имеете право записывать разговор с другим человеком, если одной из сторон этого разговора являетесь вы сами. Поэтому вы говорите, наш разговор записывается, я вашу вещь реализую, потому что в противном случае там разобью, случайно утрачу, потеряю и так далее, хранить мне ее дорого негде. Вот. И, собственно говоря, мы будем квиты, если я оставлю эти деньги себе, а вы оставите неоплаченную поездку себе. Он может не согласиться и сказать, я вам заплачу. Вот в этом случае вы тогда ему вернете его деньги. Далее. Чем же все это закончилось-то? Нам же, как обещал Яндекс, ограничить доступ к сервису данному пассажиру. В итоге он ограничил доступ к сервису. Это правда. Слово он сдержал. Но только не пассажиру. Водитель, Максим, получил вот такое письмо. Здравствуйте. В вашем автомобиле были забыты вещи. Нам не удалось с вами связаться в течение двух дней. Доступ к заказам временно приостановлен. Подробности можно узнать в разделе таксометра техподдержка, почему меня заблокировали. И тут, наверное, стоит второй разговор включить. Если не хотите слушать, промотайте потом на несколько минут. В этом втором разговоре все то же самое повторяется. Вы верните вещи в таксопарк. А Максим говорит, что нет, я оставлю себе в качестве залога. В общем, договориться не получилось. В итоге статус блокировки изменился на практически окончательный. То есть доступ закрыт за нарушение сервисных стандартов по заказу айти такому-то до выяснения обстоятельств. Что хочу сказать. Я такую блокировку получал. Ситуация была очень простая. До меня не дозвонились в силу того, что я сплю. Ну, хорошо, у нас хоть время одинаковое поясное с Москвой. А человек работает и живет там, где время-то отличается. Но, тем не менее, даже мне почему-то звонили в два с чем-то часа ночи. Я, разумеется, спал уже к этому моменту. На звонки не отвечал, потому что телефон стоит в режиме отцепись. То есть, он в беззвучном режиме все вызовы отклоняются. Незачем. Меня ночью беспокоит. В итоге, утром, включив таксометр, я обнаружил вот примерно подобное сообщение, что заблокировано. Я дозваниваюсь и мне на голубом глазу рассказывают, что пассажир такой-то по заказу такому-то забыл у вас в машине телефон. А я пассажир этого прекрасно помню. Вот. Это кладоискатель. Ну, как выяснилось, то есть, пассажир сел, поехал по определенному адресу, у него была поездка туда и обратно. И вот, доехав до определенного адреса, он вышел и подсвечивая себе в телефоном, телефоном, фонариком в нем, и глядя в экран, что-то там у него написано, какие-то, видимо, приметы, пошел шариться под деревьями. Разумеется, я закрыл заказ и уехал, потому что возить найденные клады в своей машине, ну, никому не советую. И от таких закладчиков, естественно, сразу нафиг. Так вот, это сволочь, по-другому не назовем, обиделся, видимо, что я уехал и накатал жалобу о том, что он забыл у меня в машине телефон. При этом яндексским дебилам даже в голову не пришло, что звонить-то он с того же самого телефона, который он якобы забыл в моей машине. Ну, номер-то телефона пассажира Яндексу известен. Вот, в итоге я послал Яндекс нахер, прям в буквальном смысле, нахерах оттаскал эту службу поддержки, не стеснялся в выражениях и сказал, что я прямо сейчас, собственно говоря, подключусь к другому агрегатору и клал я на вас болт. После чего поехал, вот тогда это было еще давно, и устроился в Максим. Ну, то есть, меня подключили и, пройдя фотоконтроль, вот, я решил посмотреть, сколько у меня же все-таки в таксометре осталось там на балансе денег, чтобы вывести из Яндекса, включаю, и вуаля, а я оказывается уже разблокирован, то есть, Яндекс не стал держать меня в блокировке после такого бурного разговора. Вот, я думаю, что и здесь все то же самое, вот, но факт остается фактом. Если в вашей машине забыли вещи, поступайте с ними так, как хотите, то есть, естественно, вы можете их продать, вы можете оставить их себе на хранение до момента возврата. Главное, не показывать умыслу, что вы хотите оставить их себе. Вы, да, свяжитесь с человеком и скажите, что вы готовы ему вещь вернуть. А если вещь вы вернуть, там, хранить, вернее, у себя не хотите, это дорого, сложно и так далее, то предупредите, что вы эту вещь продадите. Вот, и тогда ему можете зачесть те деньги, которые он должен вам, если это соизмеримо со стоимостью вещи. Если он по телефону даже вам скажет, что все хорошо, нормально, он согласен или просто пошлет вас нахер и скажет, там, делай как знаешь, ну, все, считай, согласился. Вот. И, конечно, не нужно угрожать Яндексу, что я буду держать эти деньги в качестве залога в своем гараже. Можно просто сослаться на 227-ю статью Гражданского кодекса и сказать, я как человек, нашедший, вещь, буду ее хранить до момента возврата пассажира. Но при этом вы не обязаны прямо бегать по пятам за этим пассажиром и стремиться вернуть ему вещь. Вы известили, поставили какие-то сроки, все, в течение в течение этих сроков пусть он сам с вами связывается. В противном случае, говорю, вы считаете, что издержки велики, реализуете вещь, и плевать вы на него хотели, что он дальше будет делать. На этом у меня все. Не дайте себя обмануть. До встречи. Скажите, пожалуйста, где они сейчас находятся? Вещи находились в багажнике несколько дней, потом, чтобы не мешались, переложил в гараж. Хорошо. А скажите, вы с клиентом не разговаривали с этой передачей? Я озвучивал проблему раз в 10, наверное, и в первые минуты, и потом много раз уже неоднократно объясняю, что человек с момента грубо говоря, моего начала общения с ним, еще по заказу, проявлял неадекватность хамского поведения и был в нетрезвом виде. Потом несколько раз я пытался с ним созваниваться, но в итоге я пришел к выводу, что нереально, он проявляет неадекватность и смысла нет с ним общаться. Я переговоры вел либо с техподдержкой, которая занималась тем вопросом, либо с таксопарком. Таксопарк жестко сказал, что хорошо, ладно, я с ним еще раз поговорю и все, и на этом моя помощь будет закончена, потому что я не собираюсь тратить время на это. Я решил, ну, понятное дело, никто не хочет, только я остаюсь крайним. и в итоге я до сих пор не получил компенсацию, грубо говоря, за тот долг, который он должен по заказу, и никто вещи не суетится, не хочет забирать. Я готов привезти вещи в таксопарк и вернуть их, но мне до сих пор не заплатили сумму долга. то есть пассажиру было озвучено, что первое, я занимаюсь потерянными вещами, в этом случае просто вы не можете вещи клиента делать у себя, если у вас не получается их ему передать, то необходимо отвезти в таксопарк, но я так понимаю таксопарк, просто как вы их везти отказываетесь. В таксопарку я отдам вещи, в том случае, если пассажир перечисли денежности за таксопарку, либо мне допустим на баланс телефона, тогда я автоматически сразу же в первые минуты отвезу вещи в таксопарк и он у таксопарка заберет их. Если же я отвезу в таксопарк вещи и человек приедет заберет их и там, то я останусь опять же в крайнем, то есть я опять понес убытки, мне никто не возместил ущерб и в итоге меня кинули еще раз. Я вас поняла, хорошо, спасибо большое за информацией, хорошего вам дня, до свидания. на следующий раз. Спасибо. Продолжение следует...